Зрелые и молодые, твердые и мягкие, козьи и коровьи. Такие разные, своеобразные, но очень вкусные сыры. Фестиваль «Сырная гонка» стартовал в городском округе Щелково. Здесь сегодня у нас приехали сыровары из разных регионов нашей необъятной родины. География очень обширная. От Адыгей на юге до Ленинградской области на севере, от Смоленской губернии на западе до Татарстана на востоке. Поэтому вся «Сырная Россия» здесь в одном месте. Можно прийти, попробовать и насладиться. На протяжении трех дней все желающие смогут продегустировать и приобрести различные виды сыров из разных регионов России. Сюда приехали призеры последних сырных турниров, где сырная сборная России, но она почти вся стояла из сыроваров из Подмосковья, взяли 7 медалей во Франции, 3 золотых. И на чемпионате мира взяли золотую медаль и 6 бронзовых. И сыр, который взял золотую медаль, эксклюзивно будет на фестивале в Щелково. Что, ну, в принципе, более привычно нашему, да, как бы, ой, вкусу. Это вот такой сыр, он называется «Абалак», итальянское название «Качковалла». Это три с половиной месяца ему, это тянутые сыры. Тянутые почему? Он зреет вот под своим весом. Не лежит, как обычно, да, вот как у нас представлено, а вот именно зреет. Это самый ходовой. Ну, вот держите, попробуйте сами. Мы представляем полутвердые сыры, сделанные по голландской технологии. Есть сыры без каких-либо добавлений, чистые. А есть с добавлением прованских трав, пожитника. Пробовать можно сколько хочешь, хотя все же лучше сначала поспрашивать продавца и рассказать ему о своих предпочтениях. Разные регионы, разный климат, разный сыр. Только вот традиции сыроварения похожи. Работают наши сыровары по западным стандартам, но исключительно на отечественном сырье. У меня были свои коровы, я должна была молоко уже куда-то производить. Я начала с простых сыров, потом решила попробовать сыры с плесенью, этим заболела. Вот уже шесть лет занимаюсь вот такими сырами. У нас вообще все призовые сыры, у нас практически все имеют номинации какие-то названия. Сама сырная гонка – это в том числе и соревнования. Здесь предусмотрен главный приз, за который придется побороться, приняв участие в спортивных состязаниях. Победитель заберет с собой шестикилограммовую сырную голову от сыроварни Олега Сироты. Вот эту голову сыра от Олега Сироты получит победитель сырной гонки. Только представьте себе, сколько здесь кальция и витаминов. Так что обязательно примите участие в этом замечательном мероприятии.